Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, счастья, всякого блага, добра, мира, долготерпения в души ваши, в дома ваши и во все сферы жизни вашей, чтобы все у вас было хорошо. Хорошо. Сегодня поговорим, ролик называется «Пророчество против свободы. Антиномия умом непостижимая». Я ему говорил, что антиномий, то есть неразрешимых противоположностей в Боге, в истине, в мироздании, много и достаточно. Когда размышляешь, философствуешь, мудрствуешь над мирозданием, над бытием, то находишь их. Я их как таковые, знаете, не собирал и серию какую-то не записывал. Я употребляю периодически, вы слышите, отметьте, слова. Есть у меня в плейлисте «О Боге, о человеке, о мироздании» эти, в принципе, ролики на разные темы. Я всегда говорю, вы прекрасно понимаете, да, Бог свободен. Вот Бог есть любовь, свобода и бессмертие, само бытие в этом, да. И казалось бы, Бог свободен, но зла не творит. Как такое может быть? Если Он свободен, значит, Он может, что, Он никогда не грешит? В чем тогда свобода? Вы помните, Господь говорил, познайте истину и сделайте вас свободных. Ибо всякий делающий грех, раб есть греха. То есть, Бог свободен. Он не грешит, да. Но Он может согрешить? Может. Он Бог. Он не боится ада. Его не заманишь раем. Он сам это бытие. И Он абсолютное благо, абсолютный рай. Как вот это? Получается, Он раб. И в теории-то, в теории вроде бы Он может, а в практике Он никогда его не делает. То есть, в практике у Него свободы нет. Он просто, вот мы можем сегодня пожить, завтра погрешить. Сегодня святости, завтра в неправде. А Бог, получается, так сказать, Он свободен или нет? Ну, в теории, да. А на практике, получается, нет. Да? Это вот такие вот. Вторая я всегда вам привожу. Ну, это вторая, третья, это я так сейчас называю. Мы с вами на третьей остановимся. Я сегодня не в этом задаче перечислить все антиномии. А как раз поговорить об одной из ней. Ну, и, прежде всего, конечно, максимально связанной с истиной, с жизнью, которые нам нужны в этой жизни. Я говорю, я не люблю простую философию, не связанную с бытием, да, какие-то фантазии там. Хотя, по сути, все, что возникает у человека в голове, это тоже есть жизнь и истина. Вот, вы знаете, в жизни, в принципе, нет и мелких вопросов. То, что человек интересует на сегодня, это важно для него. Вот это тоже. А то мы любим мыслить, я говорю, критериями зачастую мироздания, максимы, и никогда не думаем о минимуме. А это очень важно тоже, да? Я всегда приводил это древнее философское издевательство великих мудрецов над набожными людьми, что Бог может создать камень, который не может поднять. Может или не может. Если он может его создать, значит, он не всемогущ, и он его поднять не может. Если он может его поднять, значит, он не создал камень, который не может поднять. Говорит, так вы в какого Бога верите? Бог есть или нет? Бог всемогущий или всегда? Конечно, что Бог свободы, бессмертия, любовь, могущество, источник всякого бытия, его конец. Это всегда были определения истины и Бога. И вот те, кто не верили, вот так вот великие мудрые философы пытались издеваться. На самом деле, они говорили абсолютную истину, сами этого не осознавая. Бог создал такой камень, это человек. Он создал себе подобных. Поэтому человек обладает бессмертием. Поэтому Бог никогда уже не может уничтожить человека. Он просто есть. Он есть часть его. Бог уничтожил человека, сущность его душ, уничтожит себя. Бог не может уничтожить сам себя, часть себя. Мы все, поэтому все эти бредни, вот этих еще маленьких духовных человечков, которые часто со мной там спорят. Бог не уничтожает ни тело человека. Мы все воскреснем. Даже те, кто на вечной муке, как там написано, при втором воскресении, при большом страшном суде, при переходе в новое мироздание, кто-то пойдет в более светлое, кто-то в более темное для урока в жизни или для счастья жизни. Они в теле пойдут. Бог поэтому не уничтожает в оконцовке ни тело. Эти шкурки, которые мы снимаем, новые одеваем, перерождаясь. И Бог не уничтожает душу. Душа человека – это дыхание жизни Бога. Это сам Бог в человеке. И непостижима эта тайна, что мы себя осознаем как личности, как отдельную, индивидуальную, казалось бы, даже от Бога, от всего. Я сам. Я есть ими. Мы каждое себе можем сказать «я просто есть». Лично я тоже есть. Казалось бы, Бог – это я. Бог вдохнул в меня свое дыхание жизни. Пока он не вдохнул, меня не было. Но при этом я, как и Бог, осознаю себя, как я есть ими. Я просто есть. И это я. Тут важны оба слова. Я и есим. Меня все время тычат за то, что я это употребляю. Я, я, я. Бог – я. Бог – это личность. И мы все – это маленькие я. Я. Я сам лично существую. Я сам отвечаю за свои грехи и за свои добродетели. Я, я, я. А то меня тычут за это. Ну, не будьте ями. Будьте брахмами, будьте энергиями, будьте кем угодно. Рабами божьими. А я просто есть. Я его часть. А он часть меня. Мы одно. Я и он. Отец во мне, я в отце. Но при этом и каждый из нас отдельно существует. Как будто это просто чувство неописуемое. Это вообще невозможно. Ничем не описать. Это просто есть. Это не описать, ни в какие формулы не вложить. И вот этот камень неподъемный. Бог создал человек. Он его создал. Он его не убивает. И не нарушает его свободу грешить или не грешить. Еще одна антиномия, о которой я хочу. Я не зря эти три говорю по порядку. И на ней мы остановимся. О ней поговорим. Их еще достаточно. Вот если Бог создал человека таким свободным, дав ему самого себя и самим собой по сути являюсь, я вообще не пойму. Слушайте, вот Библия существует и в ней полно пророчеств. Мы знаем книгу Откровения. Мы знаем пророчества самого Иисуса, его первых учеников. В мире существует множество пророчеств. Я что-то не пойму. А как может существовать вообще пророчество? Ведь будущего не существует. В принципе. Я уже в некоторых роликах об этом говорил. Сегодня просто хочу тему сконцентрировать. То есть свобода и будущее. Свобода и пророчество. Как вообще? Это антиномия понятий, определений. Если есть свобода, даже у меня одного я приводил пример, вот я. Бог не знает, что я сейчас сделаю через секунду. В теории никто. Я же обладаю свободой. Я могу пойти сейчас в любую сторону. Как минимум, если на градусы поделить, окружность. 360 градусов, а по идее это градусы, а в градусах еще миллионы градусов, миллиградусов. Я могу пойти в 360 путей, а вообще в миллионы, миллиард путей, в бесконечность путей. Я могу сейчас все что угодно сделать. Я могу говорить, могу замолчать. Я могу писать ролик, могу выключить. Могу уйти, могу встать. Могу плотское тело свое прекратить его жизнь. Я могу все. Бог откуда знает, что я сделаю. А нас таких миллионов живет в одно время. Сейчас живет миллиарды свободных личностей на планете. Еще миллиарды, возможно, или как тьма тем ангелов, которые обладают свободной водой. Животные, которые живут сами по себе. Кошка гуляет сама по себе. Она идет куда хочет. Она хочет лижаться, хочет играться, хочет ест, хочет охотиться. Она делает то, что она хочет. Вот скажите мне, при таком варианте, через секунду, миллионов, миллиардов, триллиардов, а вообще бесконечность, вариация возможного развития событий, будущего вообще нету. А у нас есть пророчество. Это неразрешимая антиномия. Иисус сказал, что как люди, мы не знаем ни времен, ни сроков. Типа отец только один знает. То есть, мы видим, бытие, оно одновременно уже все есть. Оно все у Бога написано. Все оно известно Богу. И в то же время Бог его сам не знает в теории. Это удивительно, я вам скажу. Это от этого просто, знаете, вот я пытаюсь со словами говорить, а самому хочется вот так рот закрыть и просто восхищаться и в этом бульоне и известности, и неизвестности одновременно пребывать. Как говорили древние философы, я одно точно знаю, что я ничего не знаю. Я это знаю, но я знаю, что я ничего не знаю. Это гениальные вещи. Это просто великолепно. Т-альфа-омега. Первый, последний, начало и конец. Как же у нас существует пророчество? Вот когда я рассказывал, вы помните, кто не помнит, говорю, послушайте какие-нибудь предыдущие ролики. Конечно, мир каждого человека, жизнь каждого человека это его мир, его жизнь, это его мир, это его история книги жизни. И порой, не важно, что есть другие жизни, это его личная история, он знает только ее. Существуют параллельные миры, это жизни каждого человека. Бог посылает нас всех в эту начальную точку, в сотворенного первого человека. Мы все проходим этап от этой земли, этого неба, до новой земли, нового неба. И никогда это не уничтожится. Мы лишь перейдем в другие сферы. А туда так и будет Господь посылать эти жизни. И казалось бы, помните, я говорил, что каждый из нас, возможно, Матери Божьей, неважно, что их, то есть, Дева Мария, ну так ее называют, Матерью Бога, явившуюся во плоти, не зря ее Матерью Божьей называют, да, потому что Иисус – это Бог, явившийся во плоти. Я вам говорю, что их может быть много. И не потому, что есть Казанская, Рязанская, какая там только нету, да. Потому что икон понарисовали, и уже их даже не иконы, не Казанская икона Божьей Матери, а так и Казанская Божьей Матери. Такая-то, такая-то, Иерусалимская, неупиваемая чаша. А вот действительно я вам скажу, что будет много Божьей Матери, там, будет много Пилатов, много Иуд. Вам кажется, что вот это невозможно. Как это вот в исторические события, пять тысяч лет, допустим, от сотворения человека, явился Бог во плоти, и это Киафа, как это может быть другой человек в его шкуру попасть? Да элементарно. До Иисуса убивали всех пророков, после него убивали его учеников. Тут удивительного ничего. Он пошел по тому же самому пути, так скажем, хотя это Бог, он его и прокладывал, но и до него, он сам Иисус говорил, всех пророков, кого убили, кого убивали. Нам кажется, это удивительным, а на самом деле ничего удивительного. И, как он говорил, и будет, и так и убивали учеников, и учеников учеников, и так дальше, до сего дня убивают по разным этим, или гнобят, или поносят, или ругаются, и будет в последние времена гонения. Всегда они будут. То есть, опять же, нам кажется, ой, это прямо такое стечение обстоятельств. Да это так и есть. Вот Иисус действительно в этой истории, в этом круге, от новой земли, нового неба, до новой земли, от этой земли, этого неба, до новой земли, нового неба, он, конечно, исторические события описаны в Библии и во всех других книгах истории человеческой в Библии. В основном описаны, конечно, истории еврейского народа. Мы прекрасно понимаем, что есть и другие народы, которые жили это все события истины. И как события, как клеточки, как матрица Богом написана, они будут всегда. Развитие технологий и так далее. А вот души в эти переселяемые, нам кажется, что это невозможно, и что я бы этого не сделал. Сделал бы. Я говорю, кажется, это чем-то удивительным, но это так. Это действительно так. Мы переживаем все эти шкурки. Растем, в разных бываем. Возьмите вот черту. Знаете, я вот инженер по образованию. В разрезе. Возьмите. День распятия Иисуса. День суда над Иисусом. Какие бы души туда не посылались от первого человека, пусть в разных параллельных мирах, поверьте мне, вот в этой среде человечества, сделайте разрез Библии, вот по дню суда над Иисусом. Поверьте мне, найдется душа, которая именно духа Пилата, точно такого же мирозрения. Бог, как он и сказал, Иисус Пилат, он говорит, я имею там власть, тебя судить или отпустить, или помиловать, или судить, наказать. Говорит, у тебя не было никакой бы власти, если бы не было дано тебе свыше. Вот в эту шкурку, так скажем, послал его Господь ту душу, которая на этом уровне, которая между истиной и ложью выбирает ложь, между страхом и смелостью выбирает страх. Он же боялся своего кесаря, он боялся этих правителей, первосвященников, этих удеев, самой толпы и боялся. Не способен был сам себе еще ответить и искать ответ на вопрос, что есть истина. И таких душ в этом разрезе полным-полно. И тех, кто готовы человека убить, полным-полно было. Вся та беснущаяся толпа. И то, я говорю, нам этого просто не понять. Вот мы почему-то считаем, что то, что мы не понимаем, и не доросли этого просто нет. Это все есть. Я вам больше скажу, что если человек действительно о чем-то мыслит, все это имеет место быть. Точно так же, как мыслит Бог. И это все становится. Мир – это логос, это мысли Бога, это сам Бог, это его фантазии. Бог никаких законов, тихотений не создавал. Это его мысли. Бесполезно их изучать, грубо говоря, думать, что это вечность. Бог завтра захочет, мы все на головах будем ходить. И это будет законом. И мы будем его изучать. Это его мысли все. Бог думает, написано, и так становится. Все это плод его фантазии, как я другими фразами выражаюсь. Все эти законы, которые изучают ученые, это глупость на самом деле. Они просто есть. И есть они только потому, что Бог так мыслит. Он даже по-другому помыслит, а не переменится. Все притягивается к небесам, начнется они в центру земли. Бог как хочет, так и мыслит. Посмотрите на фантазии людей, на все фильмы. У нас какие-то мысли приходят, что такое наука, развитие. Какая-то мысля приходит, ой, вот это сделают, вот такое, летающие самолеты. И все делают потихоньку. Все мысли реализуются. Почему, конечно, вот это вот классическое христианство, так его даже назовем, хотя зачастую это псевдо-христианские культы, действительно, какое-то консервированное мышление, и чуть-то и вправо-влево к истине, на самом деле, потому что там далеко у них давно истины нет, обращаешься, пытаешься думать, все, тебе нельзя, тебе нельзя. Вот вам, конечно, неразрешимое, я немножко отдалился, я возвращаюсь, отошел в сторону, ну, все эти темы очень близкие, я не зря так эти ролики пишу, конечно, в идеале, понимает меня только тот, кто смотрит, ну, понимает, хотя бы слышит, потому что, что я записываю последовательно, и вот, свобода и пророчество, вот объясните мне, как в Библии существует пророчество, ну, ведь Бог же не знает, когда. или вы удивляетесь, я говорю, даже тому, что я говорю про параллельные миры, и что каждый человек может прожить этот этап, круг от новой, от этой земли, и нового неба до новой земли, а вы мне скажите, если человек обладает свободой, те же самые христиане, которые меня тычат, вот сейчас вот в этих, что я о мыслях говорю, я говорю, хорошо, вы же христиане, ведь вы же отрицаете судьбу, как буддисты то же самое, скажите мне, пожалуйста, как тогда существует пророчество, если судьбы нету, если жизнь каждого человека не предначертана, я опять конфликт делаю, специально для таких, ну, правда, мне хочется, чтобы это, конечно, были люди искренне и ищущие, и действительно не сразу все плохо говорили, все ерунда, все ересь, а задумались, эти головоломки непростые, я говорю, как эти философы думали смеяться, а на самом деле великую мудрость изрекают, мог ли Бог создать камень, который не может подъять, может, это человек, им потом религиозник мудрый так и ответил, это человек, Бог создал такой камень, вот, вот здесь то же самое, если вы христиане, а христиане, я знаю, в основной своей массе судьбу не верят, ну, как раз именно глубины, которые изучают, писание, предание, Библию, судьбы же вы говорите, нет, человек свободен, вы же так, вы же согласны, кто не согласен, что у человека нет удара свободы, в судьбу они не верят, вы что, это восточное учение, как и реинкарнация, хорошо, если у человека нет судьбы написанной, предначертанной, человек властен, покается, изменится, мы же это, христиане проповедуем, как тогда существует пророчество? Как? Причем, кто читал Библию, Ветхий Завет, Новый, далеко не долго идущие, не через какие-то там тысячелетия, просто событийными, да, действительно, не привязаны к датам, и то, откуда вообще Бог может знать, что это будет, не важно когда, что это вообще случится, может, человек никогда не сберет этот путь, никогда не придет к этому, а Бог говорит, все это сбудется, все, Бог о законе, о пророчествах о себе, о мессианских местах, как их называют в писаниях Ветхого Завета, Иисус говорит, ни одна черта, ни одна буква, ни одна йота, ну, йота, это значок над буквой в еврейском алфавите, говорит, ничего не пропадет, все, что сказано обо мне, все вот эти места, все сбылось, все сбывается, и все еще сбудется, потому что он это говорил во время своего земного странствования, да, говорил, что все это еще будет, там, о смерти, о воскресенье, поэтому он так и выражался, что не придет, все еще сбудется, сбывается, сбудется обо мне, как я пришел, что я делаю, что я в притчах отверзаю уста свои, как это возможно, скажите мне, и как это возможно, оказывается, казалось бы, времен и сроков, никто не знает, а сбывается по временам и срокам, как такое возможно, объясните мне, как, если человек свободен, хорошо, Иисус мог воскресить, а может быть, на месте Пилата был смелый человек, в это время правитель в западной части Иудеи, где умер один из четырех сынов, Ирода Великого, и туда поставили бы не Понтия Пилата, а другого, а он бы был смелый и ненавидел бы иудеев, неважно по какой причине, и не отдал бы им Иисуса на распятие. Как это можно сопоставить все? Как? Что этот первосвященник Каиафа был настолько упертый, что готов все сделать, чтобы распять его сегодня, на все идти? Ничто вы... Как все это сопоставить? Столько людей, столько, как я вам сказал, миллионов событий. Это удивительно. Вы думаете, я вам сегодня дам ответ на вопрос на это? Ответ на этот вопрос? Нет, я говорю, это неразрешимый антиномий, и не познаваемый, и не умом вообще необъемлемый. Ты их и обнимаешь только что, потому что ты, в принципе, казалось бы, говоришь эту формулу, и она у тебя растворяется, и ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Казалось бы, я это понимаю, да, а пощупать не могу. Я говорю, тут можно разных фраз, образов подбирать, я думаю, вы понимаете. Ты вроде бы и говоришь, и в то же время проще молчать об этих вещах. Их все равно. Вся эта болтология, да, ни к чему не приводит. Ты вроде бы и говоришь, и ничего не говоришь. Итога нету, а значит, и все остальное пустое. Как при свободе человека, человечества, каждой индивидуальной личности, которых миллиарды на земле, это удивительно. Я говорю, а пророчество есть, об одном человеке. Как такое может быть? О каком-то там будущем царе, кто читал Библию. В жизни реально это существует. Ведь пророки были, мы видим, и в Новом Завете, потом среди раннехристианской церкви, учеников христовых, апостолов, евреев, иудеев, как хотите. Мы видим там пророчества. Они сбываются, чуть ли не в то же время сбывались. И потом, об определенных людях. Как это возможно? Вообще обо мне что-то пророчествовать, если я свободен? Как? Это неразрешимая антиномия. Я свободен, и тут же ты мне говоришь о моей судьбе. Судьба и свобода. Все. Судьба и будущее, и свобода. Я говорю, тут против слова свободы, я даже не знаю ролик, как уже назвать, то я назвал там судьба и пророчество. Ой, свободой пророчества, можно свобода и судьба. Потому что все это одно и то же. Судьба, пророчество, подразумевает, что будущее, известное. Как? Как? Свобода и судьба. Как это в христианстве совместить? А ведь христианство стоит на откровениях. Мы прекрасно с вами знаем. На пророчествах, начиная от тех же самых пророчествах об Иисусе, начиная с первой книги, со второй книги бытия, с третьей, где грешат. Господь сразу начинает людям что-то пророчествовать. Потом люди, пророки, так их назовем, люди, людям, Божьими откровениями что-то пророчествуют. Так весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, так будет до конца времен. Как это возможно? Отвергните тогда судьбу, да, восточную, как все, это не христианское учение. А как тогда? Как тогда? Как можно сказать, что будет, если ты не знаешь, что будет через секунду? Вот кто скажет, что будет через секунду? Хорошо. Вам эксперимент, что я сделаю через 5 минут? Через секунду. Я сейчас замолчу. Скажите, какое слово я скажу. Угадайте. Триллиарды слов. Я могу сказать, любой у меня достаточный запас, чтобы вспомнить какое-нибудь, причем такое слово, может, которое как-то не знал, какое-нибудь слово. А может, я вообще на английском скажу, на еврейском, на китайском, на японском, вспомню какое-нибудь словечко. Разные у меня есть знакомые. Разная сейчас информация в интернете. Да и вы будете до бесконечности тыкать и замучить, и угадывать. И это разве будет пророчество? Это гадание на кофейной гуще. Может, кто-то, конечно, и попадет по великому совпадению. Но это разве, ты же можешь с пальцем поднять в небо и сказать, что ты сейчас обо мне спророчествуешь. Да ты будешь, если ты один, это еще миллиард будет гадать. Я говорю, каждый по 10 вариантов скажет. Ну, может, вы и попадете. Мир хоть и бесконечно, в то же время достаточно ограничен. И я сам по себе ограничен пока в этом теле, в этой плоти. Да, я еще не бог, который все во всем, как мы все в нем когда-нибудь будем. Пребывать, и он в нас. А дай одному человеку. Да ты пять из сто шансов дам, да ты не угадаешь. Какое даже я слово сейчас следующим за этим произнесу, за своим молчанием. Вот так вот. Вот такие вот интересные мысли нам открываются. Я всегда говорю, как это в моей христианской жизни отражается? Да вот так вот. Всем говорю, к чему меня ведут все эти, есть философия, но кто знает, она переводится как любовь к мудрости. Фило, филио, любовь, София, мудрость, премудрость, мне бы ближе была филология, любовь к логосу. Ну опять же, филология переводит как первое слово, перевод слова логос это слово, любовь к слову. А тут немножко не так, я хотел бы любовь к истине. Но логос переводится в принципе как истине. Ну можно филотеос, любовь к Богу, Бог есть истина, теос, Бог. Не зря есть теология, учение о Боге. Мне что-то ближе филотеоса, любовь к Богу, любовь к истине. Мне это открывает многие вещи. Я всегда, я сейчас не буду говорить, что мне это открывает, я хочу еще один ролик записать. Я говорю, последние мои мысли, вы заметили, я говорю, после моего этого годичного перерыва. все-таки кое-что изменял. Я говорю, у меня было много времени уже, я не читал ни писания даже год, но я как-то вот так вот в свободе немножко. Хотя я не скажу, что я там на чем-то голову ломал, я просто, правда, знаете, побыл в какой-то при всей своей там тяжелой и полностью отнимающей твое время и физическое, и по сути умовой работы, да. Но действительно, наверное, какой-то был отдых, что ли, отчасти вот от какого-то уже моего консервативного мнения, да, законсервировано от слова, да. Вот. Я действительно как-то передохнул. И вот, когда я начал в начале июня опять все это записывать, проповедовать, вот эти вещи мне, конечно, закрывают, я говорю, дорисовывают штрюхи, вставляют, как хотите, пазл в большой картине, образов много, свободы и пророчества, да, то есть я вижу в этом действительно тут гибрид получается, да. Что ты как человек, ты свободен, ты сын Божий. Иисус сказал, никто, я даже не знаю, ни время, но отец знает, только один отец. Вот удивительно, пророчества от Бога, они есть, то есть как будто наша жизнь, но при этом мы свободны. Ну просто путь жизни один и тот же. Заметьте, мы о своих детях, мы же можем сказать, мы же сами выросли, сами эти шишки, мы уже видим, он уже бежит, еле ноги поднимает, там маленький, все сейчас грохнется. Мы знаем. Более того, мы можем еще видеть яму или кирпич, все мы видим, он летит, а голова у нее сюда, мама, мама, а сам вперед бежит. Голова назад, ноги вперед, и мы видим камень. Мы знаем, что он упадет. Тут вот пророком надо не быть, да, не надо быть. Мы пророчествуем, все, сейчас мужа в голове, все, сейчас сынок полетит нежным детским лицом прям по асфальту. Как это и бывает. Вот так вот. Вот Бог что-то типа этого. Это удивительно, да. Я говорю, что это дает, я подведу еще такие, хочу ролик отдельно записать. Я как-то это об этом уже тоже говорил, ну, хочу отдельным роликом тоже сделать. Вот. А сегодня хотел больше тоже создать такую пищу для немножко пошевелить, наше тут закисшее серое вещество, извелье наше, которое уже настолько консервируется, что мы просто трупами становимся порой. Вот. Вот вам одна из антиномий. Свобода-судьба, точнее, вис, вис, как это по-английски, против. Как можно состыковать свободу и судьбу? Ну, действительно, ты можешь сказать, да, они не состыкуются, нет, судьбы никакой нет, то есть ты должен выбрать. А как ты как христианин выберешь между свободой и пророчествами? Я верю в откровения, я верю в откровения всего Ветхого Завета, я видел, как они сбывались, да, я их читал, многие еще, говорю там тоже о последних временах, о новозаветном времени. Я верю Иисусу, Слово, и его пророчествам, о первых учениках, они сбывались, о разных временах, и в частности, о последнем времени. Я верю откровениям, которые оставлены в новозаветных писаниях, в частности, книг, деяния или послания апостола в письмах. Я верю в саму книгу откровения, которую Бог дал через Иисуса некоему Иоанну, да. Как, как это совместить? Как христианин совместит свободу человеческого выбора между добром и злом, как мы докатимся до книги откровения, почему там есть сроки, есть все равно этапы какие-то, есть какие-то цифры. Как Бог знает, там написано треть всего живого умрет там, или леса. Бог откуда знает, сколько мы людей вырежем. Но я могу сегодня одного убить, даже могу пощадить. Это же мой свободный выбор. Почему все-таки есть конкретные цифры, да. Вот задумайтесь, как христиане, как это возможно. Но я вам говорю, перед такими антиномиями, ты просто склоняешь голову, они неразрешимы. Но некоторые вещи, они все-таки открывают. Я говорю, об этом мы поговорим еще отдельно. В принципе, на этом у меня, наверное, все. По этому вопросу, уже по антиноме, ими просто можно удивляться, там вопрос на вопросе, а ответов нет. Ну, после всех этих головоломок, главное, не забываем, к чему мы призваны, конечно же. Все эти головоломки хорошо, и Павел говорил, что, конечно же, настанет время, когда Бог будет всячески во всем, и там уже не нужно будет ни знания, ни пророчества. Он говорил, что если я любви не имею, то все мне, это никакой, без всякой пользы. Там будет Бог всячески во всем, а Бог есть любовь. Вот поэтому, конечно, призваны мы уподобиться Богу, чем в совершенстве любви, в совершенстве любви к людям. И любящим нас, и ближним нас, которые люди на пути нашей жизни, на расстоянии нашей руки или ноги нам встречают, с которыми мы можем помочь в виде их нужды, и даже врагов, которые хотят нас распять, убить, оплевать, причинить боль. Всем мы должны сотворить всякое благо, какое только можем. Я с вами прощаюсь. В комментарии можете делиться вашими мыслями, какими-то размышлениями, по услышанному, эмоциями поделиться. Я всегда их с радостью и назиданием читаю тоже для себя, если они таковыми являются. Озвучиваю их по воскресеньям какие-то особо интересные. Ну и все. Если ролики нравятся, знаете, что делать. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok